Деревья, они имеют свойство осыпать листву, лианы вянуть, а птицы улетать в другие края. Всё здесь приходящее. И об этом снова напоминает Рахугань Джадабгарата. Может, это для того, чтобы мы это послушали лишний раз. Но, может быть, это потому, что ему больше нечем, собственно, рассказывать. То есть он ехал в храм Господа Капила. Капила Деф – это принёсший философию Санки, ну, истинную Санки. В принципе, он давал и глубокие вещи, но, может быть, Джадабгарата понимал, что Рахугана он больше не поймёт, никакой эзотерики он не сможет понять. Ему надо понять, что этот мир, он исполнил страданий, и надо уходить отсюда. И он ему напоминал, как бы, те вещи, которые ему актуальны. Вот, может быть, поэтому такая долгая беседа, и снова он ему повторяет, хотя тот уже был освобождён. Но освобождений – это ещё не так много, да? То есть надо ещё научиться жить, действовать в роли освобождённой живого существа. И знать, что материя плохо – это хорошо, но надо знать, что за материя, да? Что из себя духовный мир представляет? Это надо тоже знать. Надо знать Кришну. Он в Бхагаваддите 3.30 говорит, что «Надо полностью действовать в Знании обо мне». Он говорит такие слова «Мои сорвания кармани, саньяся дьят мочетаса». Саньяся полностью, а дьят мочетаса. В Знании обо мне трудиться надо. То есть он не был, наверное, ещё тем, кому… Царь Рахухана тем, кому можно рассказывать о Кришне, о Его качествах, обители, об играх. И Джаде Барата, он понимая это, даёт то, что надо человеку. Это очень тонкое искусство, и надо иметь чувство такта, иметь такую проницательность, чтобы не говорить начинающим о чём-то возвышенном, ибо тенденция есть завышать, завышать свой уровень. Но при этом надо также давать что-то, давать, чтобы начинающие преданно не двигались. Поэтому идём от тела к речи и потом к уму. Надо быть утверждённым на уровне тела, на уровне речи и потом утверждаться на уровне ума. И точно так идти надо от имени, утверждаться в имени, произносить отчётливо, не глотать, достаточно с хорошей скоростью, понимать смысл имени, быть тем, кто слушает, произносит, извлекает хорошее имя, визуализирует имя, говорят, это мантра Тратака, которую Гару Кишурдас Бабаджу рекомендовал всем. То есть видеть Гарею Кишну, Гарею Кишну. Ставить акцент на одном, потом на другом, потом на третьем, на четвёртом. Так механически вовлекаться в имя. И когда мы уже в этом поднаторели, достаточно опыта набрались, можно говорить о форме, но не ранее того. Ну, Шина Пропада говорит, это всё приходит одновременно. Это приходит одновременно. Но утвердиться надо сначала в имени, потом утверждаться. Оно-то приходит, но утверждаться надо. Например, некоторые преданы не могут запомнить смысл Харе Кишна мантры, который Санатана Гаслами дал. Но качества они запоминают на санскрите. На русском не очень. Это говорит о том, что нет ещё утверждённости в имени, ибо имя как-то со смыслом не даётся. В качествах есть, но тоже. Качества на санскрите — это прекрасно, но надо ведь знать и русский. Ну и так далее. Вот так нам надо постепенно от простого к сложному развиваться. Но это очень важно чувствовать, что ты развиваешься. Вот так вот мы живём, мы ходим на лекции, мы повторяем имена, посещаем службы. А должны ли мы сесть вечером перед тем, как уже отходить на отдых и сказать себе, ну, тело, ну, ум, ну, интеллект, ты одухотворился, ты продвинулась, тело. Утвердилась ли ты сегодня? Насколько ты утвердилась? И как мы должны это делать, да? Должны? А как это сделать? Хороший вопрос. Я однажды вспомнил, как Рокки Шурадас Бабаджи, он не выходил из ганги, а он повторялся это именно в ганге. Он стоял по шее, повторял до определённого момента. То есть до того, как вот эта качественная составляющая, она пробуждалась. То есть это именно тот момент, когда мы должны сказать, теперь я могу остановиться. То есть я чувствую, что было продвижение. Ну, для нас сейчас продвижение больше такое количественное. Мы вычитываем 16 кругов, да? Есть количество. Но для Рокки Шурадаса Бабаджи было качество. Тем моментом, когда можно оставить повторение. Ну, внешнее, по крайней мере. В уме-то повторение продолжается нерантором. Постоянно. В идеале. И он выходил после того, как являлась ему форма Господа. Когда было в спхурте. Мимолетное явление его сердца. Тогда он говорил, Джай, всё, на сегодня мои внешние круги закончены. Я нашёл там поклоняться Божеству, там ещё что-то делать. Ну, может быть, нам надо так сказать себе, в день я должен что-то выучивать. Хотя бы, там, каких-то рядка философий, Бхагавадгидзе, для начинающего, скажем, да? И тогда он может понимать, что, ой, я не только 16 кругов не вычитал сегодня. Ой, надо дочитать свои два. Рам-рам, крик-кры. Ну, так же я два стиха, две строки не выучил о Кришне, да? Для тех, кто немножко постарше, он что-то тоже учит. Он что-то делает до тех пор, пока это не подтверждается. Он учит что-то до тех пор, пока он не выучивает, и потом берёт новые задачи. Кремя словами, мы должны следовать правилам и предписаниям не ради следования, да? А ради чего? Нияма Аграха переводится как не следовать вообще правилам, да? Или следовать им ради того, чтобы следовать. Сегодня я был на службе, сегодня я повторял имена, но ради духовного прогресса я это делал. И надо его понимать, он был вообще или не был, да? Если я ради него делаю, то надо понять, был он или нет, да? То есть какой-то критерий у нас должен быть. Но это можно обсуждать со своими доброжелателями, со старшими преданными, с наставниками. Как мне отслеживать? Кто-то ведёт график садханы, да? Ну, это такой должен быть немножко внутренний график садханы, да? Мы сами понимаем, было сегодня сабхуртия. Вспомнил я о том, об этом. Вчера одному преданному я хотел рассказать пять качеств Кришны и забыл их сам. В тот момент я не смог продвинуться, так сказать. Это был не тот момент. Ну, через полчаса я их снова возобновил. Ну, вот об этом Джадабхарата рассказывает Сырюра Хогане в связи с тем, что это его уровень и в связи с тем, что он должен как-то продвигаться. И он ему напоминает о этом месте. Интересно, что с этого начинается духовный прогресс. С того, что мы понимаем, что это место, это не место для джентльменов. Для кого-то прогресс начинается с того, что он перестает спать на Багватах. Он набирается мужества, встает, поднимает голову, не сутулится, не держит голову рукой, а держит ее так. То есть, это действительно прогресс. Когда я прихожу на Багватах, сажусь и я не сплю. Другой прогресс, это когда я помню, о чем был Багватах. Да? Я сидел эти минуты, запоминал. Я могу пересказать. Можно кому-то просто поставить такую задачу. Если я прихожу уже сюда, то я должен запомнить. Но это уже немножко сложнее, чем просто я не должен спать. Ибо если я сплю, я запоминаю. Не все, да? Не все запоминаю. Один преданный говорит, мой подход к повторению мантры такой, чтобы я повторял ее не в сонливом состоянии. Поэтому я высыпаюсь достаточно. Мне все равно, что там, я должен выспаться, потому что мне сегодня повторять мантру. Но часто у нас такое сознание никуда не годится. Но мы все равно прорываемся. Мы встаем, не досыпаем. Встаем, потом приседаем, говорим мантры. Мы крутим головой всю мантру, чтобы не засыпать. Но мы будем идти до конца. Пройдем. Но тело придет, да. Куда-то оно придет. Но сознание, да. О чем наше сознание? Где оно сейчас? Поэтому надо отдыхать, немножко лучше не доедать, досыпать, делать какие-то аскезы, поститься в кадыше, да. В два даша, немножко может быть тоже. Чтобы тело, оно не тучнело. Не тучнело. Туча, оно делает сознание неясным. Да? Туча. И об этом, о том, что мир он отвратительный, царю Ними, рассказывает про Будга. Это интересный герой, один из девяти сыновей Ришабхадева. Это все потомки Славимбхува Ману, первого прародителя человечества. Первый Ману, Славимбхува, имел такой род, у него был достаточный род, и в нем родился Ришабхадев. И у него было сто сыновей. И один из них, старший, как был назван? Бхарата. Бхарата. И в честь Бхараты была названа эта земля Бхарата-Варша. А до этого, как она называлась? Аджинамга-Варша. Аджинамга. Может, это синонима. Но в одиннадцатой песне лица Аджинамга-Варша. Ну, и сто сыновей, девять стали кшатриями, девять стали подвижниками, остальные занимались сыновими делами. и среди этих девяти был Прабудга. Они, в принципе, вместе отвечали на вопросы царя Ними. Но этот Прабудга, он отвечал на вот что из себя представляет это творение и как без труда выбраться из этого лабиринтма. Иногда задаются вопросы, которые уже заведомо знаем, но задаем для того, чтобы получить силу шахте. Поэтому часто, когда у нас нет вопросов, можно задать еще раз один и тот же, потому что сила, она уходит, а у кого-то приходит, не уходя, за счет практики, может, более интенсивно. Поэтому вопросы задавать это вопрос не только прояснения сознания, но и обретение силы. Когда нам отвечают на вопрос сильный они дают шахте. И пропустил такой ответ. На какой вопрос? Ну надо знать, да? Я на какой вопрос, да? Ними ему задал вопрос, как без труда выбраться из этого материального существования и про Будда говорит, что надо понять, что в этом мире, даже если вы достаточно продвинутый, где-то там вы, ну, не здесь, да? здесь такие не самые лучшие живые существа, там повыше, да, у нас поблагочестивее, еще выше, на Мару, Махару, Локи, да, еще поблагочестивее, на Брама, Локи, еще более, даже если мы где-то там, то все равно там будет зависть, и там будут подсиживать нас, старшим завидуют, с младшими соперничают, хвастаются с равными, а над младшими издеваются, вот такая природа этого существования, с ней ничего не поделаешь, и поэтому Прабуда говорит Гурум Прабад Джигьясу Швея Уттама, поэтому надо предаться духовному Учителю, Тасмад Гурум Прабад Джигьясу вопрошать его надо, Швея о вечном благе, Уттама о высшем благе, и там приводится квалификация духовного Учителя, здесь Шимат Прабада в комментариях говорит, что трагедия, живые существа предаются обманщикам, так называемым с вами йоги, которые выдаются за воплощение Бога. Сейчас на слуху одно воплощение Иисуса Христа, одной там корейской ветви новой христианской, который заразил Корею этим вирусом, который сейчас царит, ибо он называется Мессией, который пришел последним после Христа, это уже последний говорит, я Мессия, вы бы видели его лицо? Вау! Это несоветничное лицо. Ужас! И он называется Мессия, и у него тысячи последователей. И все они были заражены благодаря его, так сказать, миссионерству, ибо должен найти конец, и он способствует этому концу. То есть он заражает на своей там какой-то огромной встрече, сейчас его проверяют на этот вирус. В общем, такие Мессии бывают. И люди следуют представлять им. Вау! А сколько в Индии скандалов? Там такие тоже чудики есть. И Шрена Пропада ругает их. Он смеется. И здесь Прабудха говорит о квалификации гуру. Он говорит, что гуру это тот, кто шабда нишната утвержден в знании. То есть он знает Писание, он способен рассеивать сомнения. И он брама нишната, он утвердился в духе. То есть его практика духовная это крепкая практика. То есть он на духовном уровне. И потом третье очень важное, но не такое уже и важное людьми. Естественно, если мы будем знать, что делаем, если мы будем хорошо делать, то это свобода от соблазнов. То есть даже если иногда мы смотрим на духовный учитель, там добавку берет, не отказывается, хлеб ест наравне со всеми. Мне рассказывали, пришли несколько духовных учителей, сели в Пандале на Одесском фестивале и со всеми ели обед. И один предмет говорит, а этот махарадж даже добавку взял. То есть едят они так, как все, но это же не значит, что они достойны занимать свое положение. Поэтому надо понять действительно, что этот мир ничего не стоит и предаться духовному учителю, который исполнен знания, рассеивает сомнения, он силен в практике и свободен от соблазнов. Но как это делать? Надо джигья су задавать вопросы. Это был март, конец уже месяца был, 27-й, это был 67-й, если я не ошибаюсь, год, не, наверное, 68-й, да, все-таки. Может, кто-то знает, джаганадхи были установлены в этот день, 67-го, по-моему, или 8-го года, марта, по-моему, 8-й должен быть, раз это уже март, Шела Прабхата установил их очень просто, не было одежды, не было украшений, не было сложных церемоний, просто крутили огонь, сколько могли преданных, один крутил, пока не вставал, передавал другому, тот тоже крутил, и так были установлены божества, и правопод потом сказал, теперь никакой ерунды, о, нонсенс, никаких глупостей, это храм джаганадхи, и вы должны приходить с полными руками, джаганадхи, говорит, и пхипи понесли, кто колоссия, кто по буханке хлеба, кто соль, кто цветы, кто поразумней одежду свою новую, перед тем, как одевать, предлагал джаганадхи, в общем, тянули, но пропад говорил, хотя бы просто пучок травы сорвить, если ничего нет, но принести, делайте подношение джаганадхи, и так жизнь закипела, и человек пропад говорит, вы почувствуете, как вы продвигаетесь, то есть опыт придет, протягшего гамангармян, Бхагавдита 9.2 говорит, что это знание тайна тайна, постижение его вечно, оно очищающее, и оно посредством личного восприятия, происходит, вы сами это понимаете, вам не надо, чтобы кто-то сказал, ты продвинутый преданный, скажет, что ты недостаточно продвинутый, ты спишь, но что там в твоем сне, никто не может понять, может ты там видишь Кришну, да, ну если только слюна не подбежала, если глаза не красные, иногда преданные они как бы закрывают глаза, потом открывают, ты смотришь, очень красные глаза, похоже, все-таки сознание мутновато немножко, и он сказал, вы почувствуете, вы будете продвигаться, и потом была лекция и Матаджи Лилавати, вернее, извиняюсь, Гувинда Деви, она после лекции на предложение с вами или на поощрение с вами вопросов, она сказала, не сразу, Шила Пропада несколько раз задавала этот вопрос, у вас нет вопросов, вдохновлялся, задавайте, чтобы сидеть и молчить, она сказала, у меня есть вопрос, но он не по теме, но раз вы просите, вот она все себе так говорила, он не по теме, раз с вами просит, наверное задам, никто не задает, кто-то знает, какой она вопрос задала, я уже рассказывал это, но видно, придется еще раз, короткая очень интересная история, правопад слышит такой вопрос, вот вы рассказываете о Чайтане Махапрабу, о его плаче, в разлуке, и порой он, теряя сознание, в этой разлуке падает в океан, как это такое может быть, он бог, он плачет, и он ищет бога, аж падая в океан, говорит, ну как такое может быть с богом, и правопад говорит, хороший вопрос, это вираха, вираха, разлука, это настроение нашей прампара, искать кришну, задавать вопросы, и правопад начал говорить, что все Аслам и Вриндаван они были в этом настроении, они не считали, что Кришна уже у них нет, они не думали, что они уже осознали его, они постоянно искали Кришну, они постоянно думали, где Кришна, они задавали вопросы, где Кришна, и он начал петь, что он начал петь, он начал петь где же ты Кришна, о, радья, где ты, может, ты на холме Вриндавана, может, ты в рощах Вриндавана, а может, на берегу Емуны, где ты, нанда суна, сын нанды, и он пел, пока не занолчав, и не потерял сознание, закрыв глаза на минуту. Приоткрыв глаза, полный слез, он потянулся к караталу, начал играть, но не смог, и он снова, ну, скажем, пережил Стамбул, оцепенение, пролаю, потерял сознание, и так продолжалось где-то 4 минуты, пишется свару, свару, даже с нами. Это можно вспоминать, когда мы поем романчукам, пашуру, таранга, паачу, вангвилох, шичарананавитам, утром, во время урваш, таки, можно вспоминать, во время второго куплета, как пропад проявляет эмоции. И потом он снова пришел в себя, но уже нормально попел с преданными минут 10 и закончил. И все сидели и понимали вот это опыт, это экстаз. И они тоже пережили вместе с учителем то же самое. Пишется свару, да, за сами. То есть это пример ученичества, студенчества. В Шимарбагово там есть чатушлока и в ней последний стих 36-й 29-36 он дает определение студенту. Студент джи-джна-шина джи-джна-шина тот, кто вопрошает. Это 4 стиха, которые изначальные Шимарбагово там. И 36-й стих 9-й главы 2-й песни это последний из этой четверки и он звучит так. И тават эйва джи-джна-сна татва и снова джи-джна-шина-ши-я авья-я вья-ти-ри капет я-ця царватра царвата и начинается с того, что делается утверждение несомненно ставший на этот путь он должен вопрошать до самого конца этават эйва этават это непременно эйва несомненно джи-джна-са студент абсолютную истину постигающий татва джи-джна-шина вопрошающий в абсолютную истину он должен сарватра он должен всегда сарвата он должен при любых обстоятельствах продолжать свой путь до осознания абсолютной истины то есть подчеркивается множество раз о том что мы должны идти по пути до конца и каким словом здесь идти по пути определяется джи-джи-джа-са задавать вопросы то есть пока мы задаем вопросы по крайней мере здесь у нас они есть может мы не высказываем но у нас очень много вопросов это еще один критерий как мы можем определять продвинулись мы сегодня или нет это появились ли у нас новые вопросы нормальные критерии так можно а да если у меня можно сказать два вопроса каждый день я должен себе задать когда у нас уже нет вопросов мы или освободились уже или мы сегодня прозевали вот это можно сделать одним из критериев того что продвижать есть ли у меня вообще вопрос ну вот на этом принцип можно остановиться если у вас есть дополнение вопросов пожалуйста выукрашение утренних лекций баба здесь в стихе ну вообще в последних наставлениях и обсуждениях говорится о том что мы живем в определенных иллюзиях и вот в комментариях этому стиху Шилакруппад пишет чтобы человек избавился от страха влияния на него хори как было говорит как лек он должен принять защиту верховной личности Бога но если человек не знает что вообще Бог есть он живет в своих примызиях Бога нет более того даже если он пытается искать и здесь Шилакруппада продолжает обращаться ко многим журавлям стервятникам цаплям которые исправляют ложные духовные личности то как ему будет вообще тогда что ему все-таки какой стимул у него и что ему поможет найти истинного духовного человека Шилакруппада он называет атаизмами и это он делает в комментариях к стиху который говорит что минимум что зажгет заведет живое существо это действовать бескорызм это можно даже просто отдавать даже не важно куда просто ты должен отдавать хоть выбрасу но отрывает себя это такой минимум очень примитивный но если ты живешь для себя и не жертвуешь хотя бы просто полю конечно лучше живым существам еще лучше это живые существа богачусти еще лучше это на знания еще лучше это на духовное знание а еще лучше это садру который живет этим знанием и связан с служением кришны поэтому минимум это живых существ учить отдавать хотя как бы отрывать кусок хлеба от себя два раза в неделю не есть зерно например уже лучше там другое отдавайте мне все что лучше им должен от себя отрывать но но они прогрессируют те кто отдает но стоять нельзя на пути то есть если он просто отдает и годы продолжаются но у него не появляются вопросы если он не изучает писание а вопросы это значит мы их проясняем не только через гуру и садху но и шастра вы уже говорите о том моменте когда есть гуру уже есть понимание какое-то или садху люди обычные они живут в июзиях у них нету понимания что-то как правильность привести как умерить защиту у бога если еще и хужар как мальчик вот это и есть стимул для того чтобы мы выходили к людям и не так знакомили с собой как со священными писаниями и вдохновляли их изучать показывали свой пример надо поэтому проповедники а этим людям ну что как говорит Господь Брама 10 14 8 все заслужили и надо благодарить и кланяться своим же заслугам и так если они будут ценить этот момент они будут тоже прогрессировать ибо это их заслуги раз их обманывают но не знают что это по результату прошлой кармы приходит они будут освобождаться от своей прошлой кармы они там оказались в роли обманутых потому что они хотели этого когда-то они так действовали что их сейчас обманут это их позиция но нам надо помогать конечно хотя бы просто думать о том что такие есть и немножечко так сказать если у нас столько сил посылать свой импульс отдавать что-то таким обманутым хотя бы добрые пожелания как как вам ответ очень важно потому что мы должны проповедовать на самом деле наше настроение наши качарья господочитания не для нас то есть сами по себе людям очень тяжело здесь так все создано что люди живут в обман полно и единственный шанс для них это в правопадах книгеров сменять книг проповедь которые мы уже хотя бы чуть-чуть поняли какие-то вещи мы должны побуждать людей отдавать возможность также связывать в правопады кришни да бхагавадхито ясно говорит что все любые формы поклонения это неправильное поклонение мне и это делается в неправильном сознании то есть это обман но при этом студенты индийцы они все ну в основном там немного тех кто поклоняется кришне в основном они всем поклоняются много виши и ши поклоняются и сейчас они поневожечку включаются оба бхагавадхито говорит что все формы поклонения это поклонение мне неправильное и не включаются почему бы мне не поклоняться правильному и вот на последней программе один который был хорошим таким преданным шиву и он до сих пор как-то у него шива линга две недели до этого он взял себе изображение читания нитянанды всю панчататку маму ешоду с кришной с другом повесили все на алтарях и уже на последнем воскресе на последней программе был в курте радгея радгея есть прогресс да с ними надо общаться просто а с теми кто за тем более с ним намного сложнее если это солома которая зажигается искрой то там надо столько топлива фух да поэтому давайте возьмемся за тех кто обманут и освободим их от льва может вместе мы это сделаем тем более на помощь к нам едет его святей что кришна кшетра с вами а что это прея прабы еще раньше да на европу вернуть будет остановимся что-то бросать не выносят преданно вы задерживаетесь или ждете нас может есть какие-то дополнения пока ведра не шумят что-то почему тебе сравнивается с цаплями с журавлями с журавлями может потому что у них клюв и не клюют с цапля спицы один буду смотреть но они тоже хищники да пытаются то что она стоит якобы в медитации на одной ноге но ждет как только не подмывет она съест поэтому да они на настроении ждут последователей и те кто будет подпитывать то же самое ну ходит 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 как принцип сперлить не зря это понятное от пути сначала беру хороший вопрос критерий когда вы найдете ответ будете еще больше продвинуть все сапля то почему не айс не кусь цапля айс сериал или непонятно тогда а почему журав непонятно почему отлично 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 отложите вопрос у вас должна быть полочка нет вечерных вопросов иногда говорят айс на санскрите бака канка бака я так сапля да окей остановимся да да мутыш да хари и там чуть-чуть выше говорится что ну да да от пожирания того льва не хари господа а другого не хари а не хари а а остановимся на танки гранд рач мутбагдан кей джэгер шел пропад кей джэгер ой према дэнде уб 3000 дэнде н мутыш я Продолжение следует...